Добрый день, друзья! В этом видео я хочу очень подробно рассказать о своих цветочных кистях. У меня этой информации полно на моем YouTube-канале, но они такие в разрозненных видео. И я бы хотел собрать всю информацию максимально подробно техническую о кистях на примере. Покажу сейчас какой-нибудь этюд с использованием этих кистей. Итак, кисти в наборе шесть штук на данный момент, на данный момент 2022 год. Со временем набор может как-то измениться, но только в лучшую сторону. Итак, сейчас это шесть больших кистей от двадцатого номера, двадцаточка здесь такая, двадцатый номер два сантиметра в ширине, до шестидесятого, это шесть сантиметров. Кисти достаточно большие, они предназначены для письма достаточно больших этюдов, размеров цветов. Теоретически можно какой-нибудь один цветок и двадцать на тридцать написать, может даже меньше на холсте, но лучше от сорок на пятьдесят и более, в принципе, до очень больших размеров. Я когда-то целые стены расписывал, эти цветочные полотна вот этими кистями. Итак, в наборе шесть кистей делаем мы их, а у меня аж три помощника этим занимаются, на базе китайских флейцев. Искал многие кисти, нашел именно вот эти китайские. На основе этих флейцев покупаем, обрезаем особым образом, загоняем в станочек специальной обжимой и проклеиваем эпоксидной смолой. После чего другой мастер мне все это обрезает, придает нужную форму кистям. Почему такие сложности? На рынке нет, сколько я не пробовал, нет ничего подобного, чтобы вот взять с коробки и писал. Есть маленькие размеры овальные пишут, но большие уже не пишут. Они вот действительно, у них или они очень жесткие, или они очень мягкие. Вот что-то одно. А здесь вот этой проклейкой мы добиваемся именно данной степени упругости для письма маслом, жидким разбавленным маслом. Вот, на эти кисти у меня есть даже патенты, аж целых четыре патента, так что эта техника, можно сказать, немножко запатентована даже. Вот, итак, что еще? Да, кисти очень нежные. Я вот эти использовать не буду, новые, может какую-то ее достану. Буду использовать вот эти уже бэушные, так сказать, старые, испытанные. Кисти, надо сказать, очень износостойкие. Если верить продавцу, это, китайскому продавцу, это здесь используется корейская синтетика. Ну, не факт, но тем не менее, она очень износостойкая. Даже в рамках очень жестоких мастер-классов, когда ученики, не зная, как им пользоваться, против шерсти все это делают, черновую работу пускают, и то они служат годами. Вот есть кисти, которые, вот я уверен, что это не меньше года. Есть там и три года были кисточки, они уже так немножко подтираются, конечно, вот, но тем не менее очень хорошо держат. Ну, единственное, повторюсь, если их не пускать, если их пускать только для тех задач, которые они должны делать. Для описания лепестков, для растушевки, вот есть тут кисть, ну, одна в наборе, вот они, что тут есть, пять овальных, от большой до маленькой, а, четыре овальных, от большой до маленькой, одна двойная и одна плоская для листьев, не лепестков, а именно листьев, и для растушевки. На примере работы сейчас я постараюсь все это показать. Итак, холст 50 на 70, обычный беленький, не буду ничего усложнять, даже имприматуру не буду, никакой цветной, чтобы максимально просто вам пояснить, как, что можно сделать без текстур, без ничего. 50 на 70 акриловый хороший грунт, не тянущий, это важно, чтобы там все это у нас не просело. Почему важно, чтобы грунт был хороший, не тянущий, можете проклеить его чем-нибудь дополнительно, еще грунтовочкой, если у вас какой-то сомнительный грунт. Для чего? Для того, чтобы писать для обучения лучше на, в этой технике лучше на разбавителя. Конечно, на масле, на тройниках, все это красивее смотрится, поскольку не прожухает сразу такая живопись сочная, масляная. Но письмо на разбавителя прощает ошибки. То есть вы будете обучаться, вам много придется подтирать где-то там, снимать, а перемасленная работа, все это делает процесс очень сложным. Я пишу, если себе пишу или на заказ, я пишу обычно, добавляю или масло вот такое какое-нибудь, или уплотненное масло, запаха тройника не люблю, как правило, уплотненное номер два. Добавляю где-то процентов 30 до 50. Сейчас же я вам покажу, как вам, собственно, подходить к данной технике. Вот. Белила. Белила густые, я их сразу разбавляю тем же ойт-спиритом, без запаха текурила, и вам советую. Вот этот. Или же скипидар, он же пенен художественный. Пенен, кстати, дороже намного. Вот. А свойства точно такие же. Это два разбавителя, которые испаряются без остатка. Так. Для чего нам нужно это разбавление? Чтобы кисть хорошо брала, мягкие кисти брали сразу краску. Не пришлось ее домешивать там как-то, чтобы грязи не было. Вот. До какой степени разбавлять белила? Не только белила, а еще и вот некоторые краски можно разбавить, которые ходовые, которые густые. Для чего? То есть до какой степени? До степени вот такой вот густой сметаны, точнее жидкой даже сметаны. И эту сметану еще будем разбавлять. Вот как бы. Вот в этом очень важно. Мне присылают все, ну вот, не все многие, кто покупает кисти, потом этюды свои, как бы на оценку, на что-то. И, как правило, наверное, процентов у 80, а то и больше, наверное. У них вот это вот перемасливание. Они забывают, что вот это уже скорее акварельная живопись. Акварель. По масляному такому тоненькому подмалевку лепестки пишутся акварельно. И вот это очень важно помнить. То есть белила должны быть максимально разбавлены. Даже вот для первого прохода они будут у меня сваливаться вот так. Сейчас я вам покажу с мастихинчиком. Вот, вот так вот. Вот. Разбавили. Можно какие-то вот если, ну, карплак у нас розовый, жиденький. Что это? Нехинокридон какой-то. Какие-то краски, ну, например, лимонка густая, ее можно тоже разбавить. Ходовые краски какие-то, на которых вы будете работать, очень полезно также подразбавить. Во-первых, это к частоте живописи относится очень сильно, когда не нужно замешивать, перемешивать густую краску кистью на холсте. В процессе работы обычно в зоопарке ты берешь кистью, размешиваешь, и всякая грязь лезет в полотно. Грязь из кисти и так далее. Во-вторых, это очень экономит краску. Как ни странно, разбавленная краска, кадми и кобальты сейчас, сами знаете, сколько стоят. Это немножко экономит. И время экономит, и прочие моменты. Но самое главное – чистота цвета. Вот несколько цветов напишу, какую-нибудь простую композицию. Сразу вот отчерчу ее форму. Вот здесь будут цветы, вот здесь не будет у меня цветов. Вот. Так вот, форма цветка. Цветок имеет сразу несколько важных параметров, которые нужно учитывать. Это его ось, центральная линия, его размеры. И размеры, очень важно писать, размеры не кружком каким-то, а именно сразу вот так вот асимметрично, каким-то вот раздавленным лопухом, не знаю, не лопухом, кленовым листом, что ли, если это пионы касается. И вот эти свойства, центральная ось, точка схода, откуда все вырастает, центральная дырочка, можно сказать, где собираются лепестки, это свойственны не только пионам, но и многим таким многолепестковым цветкам. Там хризантемам, как бы роза в какой-то мере тоже имеет вот эти вот, ну, конечно, там центральная сева, откуда они вырастают все из одного места, лепестки, и собираются, у них есть центральная дырочка. Есть цветы более-менее такие вот, как маг, у него нет как бы вот этой дырочки, они раскрыты, то есть, но есть ось и центральная, вот эта центральная точка, откуда все вырастает. У подсолнуха, там, вот эта не центральная, там площадка у них большая, и от нее уже растут, как бы, но все равно осевая, и вот этот центр, это всегда сохраняется, у ромашки и так далее, почти у всех цветов схема плюс-минус одинаковая. Так вот, осевая, берем осевую, берем, так, что тут вот, например, в эту сторону какой-нибудь цветок поставлю. Тоже вот я мысленно представляю его осевую, его вот эту вот серединку. Так, какой-нибудь еще. Пишем, когда композицию пишем, желательно разного цвета, немножко разного размера, вот пускай на нас немножко смотрит цветок. Вот, и так, ну вот так вот, что-то я набрал. Я вижу в каждом, в каждой этой загогулине свою осевую, вот она осевая, вот здесь сюда пошла, тут куда-то сюда, центральная часть, центральная часть, она, собственно, показывает, куда смотрит цветок. Вот если вот эту центральную часть поставить сюда, цветок будет смотреть на нас, если в центр поставить. Если совсем на край, он отвернется практически в профиль. Вот тут, это две трети примерно, вот если он на этой оси, вот в этой форме, центральная часть, центральная часть, то есть, еще раз повторюсь, это то, куда собираются лепестки, вот эта вот область, вот куда они все стремятся, как бы, точнее, откуда они раскрываются, вот эта пустота, вот эта. Так, ну вот, дальше. Берем, теперь нужна обычная щетина, делаем подмалевки внутренние. Цвета создаем сложные, непростые. Ну, точнее, как, для тренировки вы можете вообще использовать и максимально простые цвета, а еще лучше в два цвета, то есть, какие-то, ну, белила, например, и там, умбру какую-нибудь, или там, краплак, если он вам глаз не выжигает, можно в два цвета пробовать писать. Но для полноценных картин важно брать достаточно такие сложные краски, замесы, но в то же время достаточно цветные, но не в полную силу. В полную силу где-нибудь один-два удара, вот это важно. Не в перья. Вот здесь этот оттенок такой сложный, такой благородный дает серая краска. Вот краплакам серая краска. Вот. Что у нас в этой, в подмалевке цветка, а это, собственно, то, чем я занимаюсь, внутренние тени пишу, внутренние, то, что внутри. Темно где? Вот здесь темно. Вот если лепесток, цветок туда смотрит, серединка достаточно темная. Нижняя часть цветка посветлее, так, поярче краски какие-нибудь, посветлее, а верхняя часть объема еще светлее, но не очень светлая, чтобы лег потом ряд других оттенков полутеневых лепестков и световых, и бликующих. Вот. То есть вот, смотрите, еще раз. Внутренняя тень, вот тут самая темная. Вот она где, где лепестки. Вот смотрите на образце, что там получилось с этого цветка. Вот они. Где самые темные, вот тут сжатые лепестки, они показывают свою самую глубокую тень. Вот эта серединка. Но свет у нас, смотрите, очень важно представлять, откуда свет. Свет у нас падает. Я буду писать обычный, рассеянный, холодный свет. Это самое простое для обучения и для показа. Вот. Свет падает сверху рассеянно. Вот здесь теневая. Вот тут теневая, но не очень сильно теневая. Если вот два, допустим, вот этих два одинаковых цветка, вот эта теневая серединки будет более темная, поскольку он обращен к низу. И причем намного более темная, чем вот эта. При прочих равных. И вот эта теневая. Вот здесь будет достаточно темно. Это нужно учитывать. Так. Так. И так. Вот. Кисточку можно вытирать. Так. Пригодят. Эти оттенки тоже пригодятся. Вот. Так. Желательно брать немножко разные оттенки, пускай даже розовые. Они должны быть немного из разных. Красок. Не зря у художника в арсенале много красных сразу. Это как раз для этого, чтобы была живопись разнообразной. Белый беру подмалевок, серую краску стандартно и лимоночку. Получается грязно такой какой-то зеленоватый цвет. Вот сюда я его. Да, кстати, желтый можно пускать-то и в розовый. Они тоже любят более сложные такие оттенки получаются. Вот сюда. Оранжевый. Можно вообще от фонаря брать. Вот эти подмалевки очень любят такое немножко... Не любят быть скучными. Вот не знаю, как это объяснить. Когда ты сделаешь все по правилам, берешь цветок, смотришь на него или фотографию цветка. Там как бы вот этих оттенков нет. В живописи должны быть такие странные, как бы немножко нелогичности для живописности. Чтобы не было зрителю скучно. Вот что я сейчас и делаю. Букойно от фонаря беру какие-то. Ну, случайно. Точнее, может быть, не случайно. У меня опыт все-таки в этом есть. Я не беру, например, зеленый. Хотя, почему не зеленый? Зеленый тоже любят. Можно зеленый сюда. Вот. Все это будет видно. Главное, кардинально не делать очень пестро. Тоже не очень хорошо. Вот так как-то... Как-то вот так достаточно сдержанно. Я еще потом все это объединию, покажу как. Так вот, под белым цветом. Берем сверху достаточно светло, верхнюю часть заготовки. К низу темнее. У нас эта заготовка должна сразу иметь объем. Светлая, темная. И плюс вот эти две темных сущности. Вот эта вот теневая, самая темная. И серединка. Немножко обычно она темнее. Она часто или желтит. По-разному. По-разному все это. Так, вот взял зеленый. Прям смело. Коричневый. Кстати, коричневый. Очень любят краплаки. Любят коричневые. Вот. Тоже вот такой сложный цвет получил. Сейчас вот здесь попробую. Тоже светлый цветок. Вот. Кстати, вот по поводу количества краски на палитре. Я пишу сейчас очень экспрессивно, поскольку мозг работает. И вам объясните. И достаточно такой расход краски большой. В спокойном темпе работы расход красок далеко не такой. Он раз в два, если не в три, меньше. Так что имейте это в виду. То есть не пугайтесь вот этому количеству краски. Все. 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 Все не так. Не так. Не такой транжирный и затраточный процесс. Собственно. Вот этой живописи. Хотя достаточно маслоемкий. Точнее даже не маслоемкий, а разбавители емкие. Тут очень много разбавителей. И он, собственно, уходит. Он как вода в акварели. Так. Вот серенинку выделим потемнее. Даже оранжевым сделаем. Сюда, сюда. Даю переклички. Так. Ну вот. Как бы вот этот этап. Теперь на этом этапе. На следующем этапе. Щетинку пока откладываем в сторону. Кладываем в сторону. Сейчас нужно писать. Уже начинать цветы. Я беру двойную кисть. Вот она. Она в наборе новая. Может быть. Тут важный момент такой. Вот эта щелочка. Это ручная работа. Тут проклейка. Она может быть. Так. Куда показать? Вот сюда. Она может быть больше, меньше. Часто бывает чуть меньше. Это очень просто подровнять ее. Взять. Немножко отодвинуть. И лишнее. Вот что-то выпустить. И вот так вот. Зажать. Вытянуть. И обрезать ножницы. Вы поймете сами. Они иногда часто бывают специально. Вот здесь я вижу хороший вырез. Где-то миллиметра три. Девочки мои, помощницы, пишут. Режут чуть уже. Для того. У них у каждой свой характер. Каждая проклейка. Они шуточная работа. И поэтому характер свой. Иногда бывает. Щелочка маленькая. Не слипается. Прекрасная пишет. Иногда слипается. Тогда можно чуть-чуть шире сделать. Для чего? Чтобы след оставался. Все-таки такой след должен быть, когда не давишь сильно на кисть двойной. Когда на нее надавишь, он должен сливаться вот так. То есть вот этот момент должен быть. Потом еще технический момент важный. Кисть новая. Теоретически может. Ну, иногда не может, а часто такое бывает. Она как бы... Вот ты пишешь ей, пишешь. Она вот со щербинкой дает. Вот как бы так склеилась. Так вот у нее вот такой характер получился при склейке. Он иногда очень полезен. Он красиво живописен. Когда вот лепесток как бы с такой прожилочкой идет в письме. Но иногда мешает. Если сильно, она не убирается ее, то есть не склеивает. А у нас как? Вот отмечу этот момент. Кисть, любую кисть, и в том числе вот эти мягкие кисти, ее держат от вот такого момента, от разлета щетинок, держат, ее склеивает вот этот не вакуум, а вот эти молекулярная сила краски, разбавителя, краски ее держат воедино. И чем нежнее щетинка, тем сильнее вот этот эффект происходит. Если этот залом, вот такой расщепчик, а то едва иногда, он мешает, не убирается, ее очень просто исправить, как и любую кисть, методом нагревания. Об этом у меня есть видео, может дам ссылку, или поищите, как придавать форму кистям. Буйко придавать форму кистям. Это делать можно на строительном феном, 150 градусов нужна температура. То есть она должна быть, кисточка промасленная, ты греешь ее на 150 градусов, потом снимаешь, придаешь форму, и даешь остыть 3 минутки. И она как новенькая, она приобретает любую форму. Хотите, хоть такую придайте, будет. Пока ты не нагреешь и обратно не сделаешь, она будет держать эту форму. У кого нет строительного фена, а нужно именно 150 градусов, советую отжалить любую ненужную синтетическую кисточку, старенькую, подойти к газу, газовой плите, включить газ. Вот, например, тут у нас газ. Газ горит. Вот, натуральную величину. Включили, ставим кисть и обязательно медленно приближаем к огню. Приближаем, как правило, на сантиметрах 30, ну, 25, у кого какой там газ. Вот примерно на таком расстоянии я когда-то пробовал. У меня раз, и сожглась кисточка. То есть она медленно ведешь, ведешь, и кончик так жик, и закрутились, сожглись. Все, запоминаем это расстояние, просто запоминаем, ну, приблизительно, вот это вот столько. И к этому расстоянию уже не приближаемся, то есть не к этому, а уже на вот этом расстоянии смело держим, ничего не станет с этой кистью. То есть берем промасленную, любую кисть, щетину свою старую, которая у вас вот такая кисть, держим на этом расстоянии промасленную, в краске или в масле. Масло хорошо пропекает всю эту щетину, то есть дает равномерный нагрев всему пучку, а не наружным частям. Держим, ну, 3 минуты, можно там на табуретку какую-нибудь приспособить, не знаю, если много кистей. Вот, держим, держим, все, снимаем, придаем объем и с удовольствием пользуемся уже старой какой-нибудь вот такой кистью. То есть, в общем, это касается всех кистей. Так что не благодарите за этот лайфхак. Я спас огромное количество кистей именно вот таким моментом, потому что ученики мне за урок сразу делают много кистей вот такими в процессе урока. Мне приходится там раз в месяц, два раза в месяц все это собирать, и кисточки обратно становятся плюс-минус вот такими. На этом этапе можно белило еще немножко подразбавить. Я вижу, у меня недостаточно разбавленное. Кстати, белило, поскольку у нас этюд холодный, чтобы не проскакивали чистые белила, а в зоопарке у меня это может случаться, я их сразу окрашу каким-нибудь, я не знаю, голубым что ли, или фиолетовым. фиолетовым, вот таким более-менее нейтральным. белый цвет, когда он в чистом виде, где-то попадает в прожилки, это не очень хорошо. Он чужой родины, такой белый, то есть любой цвет в недомесе цветка, вот я еще покажу, в недомесе в каком-то прожилочке, хорошо, кроме белил, чистых белил. чистые белила смотрятся не очень, но они фальшивые, это всегда фальшивые. Поэтому окрашиваем, то, что они окрашены, незаметно абсолютно, если вы там очень не перетемните, а именно вот так, слегка, в цвет холодного неба, такое фиолетово-голубое, в цвет света неба, оттенка неба. Итак, вот, светлый, если брать цветок, беру пока что промежуточный цвет, так, где у нас серая краска, серая, опять белила, светлее немножко, чем подкладка. Немножко светлее. Вот, и еще разбавляю, смотрите, я разбавил белила, я еще и разбавляю эти разбавленные белила еще. Вот эти густые нам для более густых мазочков подойдут, но пока что нужно промежуточные, вот такие вот жиденькие, акварельные. Все, вот помните это слово, акварель. Это практически акварель. Так, пробуем, чтобы подходил, ну, в принципе, подходит. Вот, смотрите, немножко светлее, чем подкладка. Сейчас чуть больше цвета дам. Вот. Как делать мазок? Здесь нам нужно что? Вот на вот этой оси помнить вот эту серединку и вот эту точку. Кисть своей плоской частью должна обращена быть перпендикулярна вот этой вот области, вот этой точке, этому центру. Вот здесь вот этот товарчик, вот к нему. То есть не вот так ставим, не вот так, причем всегда, всегда это касается и больших кистей, и больших лепестков, всего, что бы вы ни делали, вот эта плоская часть всегда должна стоять перпендикулярно вот этому, не вот так, именно вот так. Плоская часть смотрит на центр, не на вот эту область, куда мы ведем, а на центр. Вот много раз повторяюсь, именно потому, что это принципиально важно. Вот. Раз, и мы ведем уже вот в эту точку, мазок. Ну, лепесток ведем. То есть вот здесь, вот оно вот так стоит, ставим раз, и пошли со сгибом мысленно вот сюда, здесь сюда. Вот тут, вот на этой части, уже кисть, если видите, я вот так подворачиваю, то есть она точно так же, вот эта плоскость смотрит перпендикулярно, как бы примагничена сюда, сюда. Здесь, уже тут цвет меняю потемнее немножко, тут вот, вот так она смотрит точно так же сюда. Цвет не очень подходит, но я сейчас вам теорию объясняю, потом я это поправлю. вот так, здесь вот точно так же, вот плоская часть сюда, дальние вот эти, дальние, вот перпендикулярно, раз сюда, раз сюда, сюда, с отрывом. Вход у нас четкий, выход с отрывом, это важно, чтобы цвет, свет лепестка, не свет, а как бы, он, лепесток уходил в свою тень. вот я вот так раз, и он, вход четкий, выход куда-то так исчезающий, то есть мы как обжигаемся. Это, кстати, не обязательно делать так быстро, как я, вот так, у меня просто привычка, навык уже разработанный. Можно делать спокойно, то есть взять и вот так тянуть, сюда, 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 вот, но как бы вставили и оторвали с отрывом. Вот, вход четкий, выход исчезающий, исчезает в своей тени, потому что лепесток так и устроен, что он из тени выходит, и кончик его больше светится, чем центральная часть, и тем более, чем часть, которая уходит вглубь, вот в эти теневые. Вот. Сейчас сюда, сюда, вот тоже, вот она, центр, вот я перпендикулярно держу вот эту кисточку, и вот так вот, раз, с отрывом, вход четкий, выход. Это полутени у нас, полутеневые, не световые, не забываем про объем, то есть вот, что вот эти краски, которые в тень уходят, они будут более темные, иначе у нас получится свет, как бы вот отсюда, или вообще ото всех, вот эти лепестки, они должны очень сильно проигрывать вот этим, тем более, вот этим, которые к свету повернуты. Пока что на маленькой, маленькой кисти, и вам советую, именно вот с нее начинать, цветок, пион, она как бы более понятна. Кстати, для отработки техники, этой цветочной, многолепестковые цветы проще писать, ну, такие, например, как хризантемы, астры, там, ну, что у нас еще, вот эти пионы, проще писать с хризантем. Они, как ни странно, более понятны, пишутся они вот только двойной, вот этой кистью, большие кисти не используются, но ученик понимает вот эту моторику намного проще, когда он пишет, начинает вот с этих кистей. Как только он берет в руки вот эту кисть, что-то происходит, и как бы трудно, тут уже нужно как бы представлять, ну, человек как бы теряется на большой кисти, брать вот эти вот оттенки, не оттенки, мазки, достаточно сложный проворот, то криво как-нибудь, то начнет подворачивать кисть, а это важно, не подворачиваем, вот я большую кисть, я еще к этому вернусь, наверное, вот я перпендикулярно ставлю, хочу вот сюда лепесток сделать, вот сюда, перпендикулярно ставлю, плоскость у меня смотрит сюда, веду вот в эту точку с изгибом, вот, без проворота, то есть ученик, я замечал, все время хочет провернуть как-то, вот так сделать, вот так, и ошибка возникает, пусть вам напоминает вот эта плоская древка, плоская, что ее не очень удобно крутить в руках, небольшая привычка нужна, что напоминает, что ее крутить не нужно, мы берем, вставляем и ведем вот в эту область, ну, с отрывом, без проворота, то есть прямо, кисть вот так не вращается, она стала вот так, и в этой плоскости идет, стала вот так, в этой плоскости ведет, стала, вот тут уже вот так перпендикулярно, и вот так, тут уже большой кистью беру, тоже перпендикулярно, кисть, кстати, мы не вот так держим, кисть, она более-менее должна быть перпендикулярна к холсту, то есть у многих привычка, как-то вот так, вот так кисть плохо работает, вот так, более-менее перпендикулярно, перпендикулярно я имею в виду вот так, без вот таких наклонов, вот, перпендикулярно смотрим плоскости к центру, то есть не вот так, не так, только так, без вариантов, без вращения ведем сюда, сейчас посветлее немножко, делаем вот так, вот раз, это так, перебелка, пока еще не готов этот, этот цветок не готов принять такую светлую краску, нам нужно чуть потемнее, вот так, вот так, так, пока все, это полутени, вот так я их проложил, пускай они пока вот так и полежат, подсохнут, потом будет ждать световых уже, объект мы делим, напоминаю, ну это в любой живописи касается, минимум на два-три составляющих, внутренняя тень, ну вот такие сложные, где много всего, полутень, свет и блики, вот как бы, бликующие, но по-хорошему, можно и на большее количество делить, так, кисточки немножко подсохли, так, вот еще какая-то старенькая-старенькая кисточка есть, стулетная, у нас даже короткая стала, но она пишет, они как бы, вот это, я заметил, если ее совсем не убивать, кисти вот эти, они стираются, форму сохраняют, как бы придается форму, они обтачиваются, что ли, то есть хорошая, выносливая синтетика, так, по розовым немножко, сейчас, так, розовый берем, розовый берем сразу, с охлаждением, с каким-то, так, ну вот какой-то замес делаю, смотрю, куда этот замес ляжет, куда, ну, например, сюда, нет, не сюда не лежит, вот сюда, вот сюда лежит нормально, точно так же, вот в заготовке видно центр, осевая чувствуется, перпендикуляр, я ставлю сюда, более-менее, это не значит, что очень точно должен быть, он может немножко поплясывать, но не вот так, вот так у вас сразу будет ошибка, ну, то есть, кардинальная ошибка, потому что, вот как цветок устроен, зачем это, цветок, лепестки цветка, они вот так открываются, и плюс у них априори вот этот краешек, краешек лепестка, он, если его жизнь вот так не развернула каким-то образом, ветром или, не знаю, чем-то еще, он все равно вот этот краешек смотрит перпендикулярно, плюс-минус обращен к центральной своей части, куда бы он не отвернулся, вот он раскрывается, но все равно вот эта линия у него остается, вот эта вот, она остается перпендикулярно, она может немножко там поигрывать как-то там, особенно у хризонтея, у этих орхидеи, там она ее крутит, вот, но, вот, и поэтому этот, этот принцип лежит в основе написания цветка, то есть мы ставим всегда плоскость кисти, плоскость, вот эта вот плоскость, перпендикулярно, плюс-минус центральной вот этой центру цветка, вот, вот, хорошая краска, да, на периферийных цветках можно так отдохнуть немножко, вот так как-то все это сделать, по центральной, конечно, нужно стараться, внутреннюю тень мы не забиваем, то, что мы делали до этого, полчаса назад, внутренняя тень между мазочками должна оставаться, вот этот, здесь желтый, я не полностью забиваю его, иначе придется все переделывать, иначе объект станет плоским, как бы, и все придется делать заново, опять доставать эту тень, перехожу немножко цветом с цветка на цветок, это не запрещено, поскольку они рядом, они вот так вот пусть общаются между собой цветом, это для живописи, в натуре вы это не увидите, живопись так и должно быть устроена, чтобы не было, не было скучно зрителю, так, вот этот розовый, работаю, смотрите, если видите, на скорости, не столько для того, чтобы быстро было, а еще, чтобы были случайные недомесы, вот в этой грязи, грязи, так сказать, если очень внимательно относиться, замешивать цвета, в принципе, для обучения это нормально, но потом со временем вот эти недомесы, они дают как бы такую свежесть картине, легкие такие небрежные заборы серого, вот я серенький зацепил, может он тут не очень лег, но иногда вот эти артефакты скорости, они очень сильно украшают, вот тут случайный серый, вот тут хорошо лежит, пока что лежит, тут, конечно, фон появится, может что-то изменится, вот это хорошо, мне, не знаю, как цвета отображения моей камеры, старенькой, как она, вот, на взгляд, очень неплохо, так, к низу, да, не забываем зеленый, к низу у нас еще будет зелень, поэтому зеленый должен быть в качестве рефлексов в цветах также, но теплый зеленый, не холодно зеленый, рефлексы нижние, они, как правило, всегда с теплом, да, и нижние краски тоже у нас, то есть нижние лепестки, вот здесь, вот видите, это тоже, они скорее тепло возьмут, тепло рефлексов, нижние рефлексы, ну, тоже не хочется, весь курс теории в одно видео впихивать, но, как бы, не забывайте об этом, тут должно быть темнее, внизу, и теплее, чем снаружи, когда ты пишешь холодный свет, размеры лепестков, вот этих вот, они должны быть длинными, вот тоже частая ошибка учеников, длинные, как вот в хризантемах пишут, пишут такие, они должны быть кое-где, поскольку их много, торчат только кончики, вот, например, боковой может быть длинным, мы его видим, он ничем не закрыт, вот здесь каша такая, один прикрывает другой, этот, как чешуя, следующий, и движения, вот эти должны быть достаточно коротенькие, коротенькие и разнообразные, где-то он сильнее, длиннее немножко, где-то сильнее, короче, где-то, вот еще можно поигрывать, смотрите, с, так, на чем бы это показать, кисть можно, вот тут вот я покажу, вот можно, вот смотрите, я сейчас два ударил, два лепесточка коснулось, два, как бы два лепестка читаются, можно вот так, вот в этой области провернуть, это двойной кисти касается, и сделать одиночной, то есть не всегда нужно два, кстати, для чего два, вот эта кисть у меня патентованная, для чего их два, не столько для скорости письма, хотя и скорость такая, очень приличная получается, когда ты ей пишешь, но и для случайности, она дает такую необычную случайность, которая обычной, какой-нибудь овальной кистью, небольшой, ты не напишешь, ну, точнее, этот опыт нужно, чтобы не запутаться, как бы, человеческую, такой, логику, не придать цветку, чтобы он не был такой, математически, собран, как, знаете, как хризантемка, да, точнее, нет, это астра, она очень четко, математически собрана, здесь все-таки полно таких вот, как бы, случайностей, которые и повторяет вот эта вот двойная кисть, я никогда не уверен, как она ляжет, мазок, вот, а это нам, собственно, и иногда бывает нужно, так, сейчас можно уже большую кисть, вот пятерочка такая хорошая, она, да, кстати, ее тоже можно, вот, ну, вот смотрите, вот я ударил плоско, вот она взяла во всю ширину, а если ей же ее взять вот так, продвинуть, согнуть, она ударит меньше, то есть вот это расстояние будет меньше, можно вот так, это тоже с опытом приходит, не всегда нужно одного размера, или берем уже тогда какую-нибудь четверочку, троечку, что не очень удобно, на скорости иногда, когда ты пишешь быстро, иногда полезно просто вот, вот таким образом покрутить и порегулировать размер мазка, то есть вот здесь вот так нужно, тут, будь мне нужен поменьше мазочки, я вот тут вот поверну, и, соответственно, видите, она небольшой, то есть в какой-то уголочек всего лишь пишет этой кисти, какая-то ее часть, вот, с опытом приходит, как бы на автомате, ты уже потом все это пишешь, вот недомесы, смотрите, беру раз-два движения, и все, и не домешиваю, когда нужны какие-то вот такие прожилочки, так, ну вот здесь они не нужны, иначе будет похоже, недомесы, вот здесь вот, если видите, видно, наверное, такие вот недомесы, я попозже покажу покрупнее, вот, да, вот еще, зачем большая кисть, она не только для больших размеров, так, вот большой кистью делаем, тоже такие максимально большие лепестки, которые, так, смотрим, куда пойдет этот цвет, которые вот так, то есть, мы пишем не только отвернутые, завернутые, но еще вот тут целый ряд, может быть, вот таких вот лепестков, которые нам торцом на нас смотрят, Стеша, ну-ну-ну, кошка к птичкам лезет, вот, вот так, где-то, вот здесь, смотрите, вот, вот он тут, понятно будет, вот здесь, вот так, иногда просто в одно касание, вот раз, коснулся и все, коснулся, вход, также четкий выход, немножко с отрывом, это берем большой шестеркой, вот этой, у нее даже площадка специально, вот такая, не очень округлая, вот нам нужно вот это, плоскость, да, кстати, может где-то волосинка вылезть, вот в новые кисти, если все-таки они проклеены, ну, ручная работа, всякие артефакты бывают, отрежьте они, можно их чуть-чуть подрезать, они терпят хорошо, но ножницы нужны очень острые, они обрезаются специальными, этим парикмахерскими, как его, ножницами, ну, можно и обычными ножницами где-то подровнять, если что-то, вот чуть-чуть характер какой-то, вот подправить, дело живое, потому что вот эта кисть, это все-таки хендмейт практически, очень совершенно не нужна кисть, вот абсолютно такая форма какая-то, она тогда будет скучной, скучная живопись, нам нужно чуть-чуть такая вот, может быть, где-то заваленность кисти, точнее, немножко неровная, это вот дает приятный, живописный такой вот, тоже какой-то, ну, даже вот, не знаю, как это описать, то есть не все должно быть совершенно, где-то не очень гладко, где-то вот, если видели, вот тут видно, немножко замохнатился кончик, хорошо, это хорошо, то есть не все должно быть идеально, эта идеальность, она засушивает живопись, так, к белилам чистым не приближаемся, даже белый цветок пишем, не нужно пока, да, по, смотрите, если нет больших контрастов, вот здесь их нет больших, ты можешь лепесток писать долго, то есть берешь его и поправляешь, там, нагоняешь каких-то красок, вот, если большой контраст, вот сейчас, вот, вот на стыке, например, будь тут вот сюда заходил бы лепесток, мы имеем только одно движение вправе, и больше не трогаем, иначе растечется, ну, разбавитель разбавил нижнюю краску, второй мозог растянет вот этот красный, а будь тут еще зеленый, например, нам этот зеленый вообще не нужен в лепестке, соответственно, тут одно движение, здесь много движений, здесь одно, или ждем, пока подсохнет разбавитель, и только потом еще что-то поправляем, если у нас за один раз не удалось сделать то, что мы хотим, то есть, вот, как-то тут, вот момент тоже важный, смотрите, когда пишем большой кистью, большие лепестки, важно брать градиент, то есть, вот смотрите, я взял краску одной стороной, а вторая сторона у меня берет белило, вот, и такой достаточно существенный градиент, здесь темнее видим, так, ну, вот видим, темнее, светлее, обращаем кисть светлой стороны, в данном случае, вот я хочу вот этот лепесток взять, к низу, поскольку нижняя часть этого лепестка будет брать больше света, так, вот чуть более, более характерно, сейчас покажу, вот, вот видите, вот тут больше, тут меньше света, вот, то есть, на автомате мы берем, он сразу, как бы, становится с прогибом, вот тут чуть темнее, чуть светлее, это такая тонкость, может, для начинающих сложно пока что быть, но большая кисть именно так и должна писать, двойной кистью это не обязательно делать, ну, точнее, даже, наверное, не получится ничего, а вот этой большой желательно, именно вот эту вогнутость, когда показываешь, когда выпуклая, тут особо не нужно, тут можно бликом потом все это показать, вот этот момент, момент на вогнутых лепестках обязательно, на больших, на больших и на центральных, вот, периферию, конечно, можно более, так, это подчинен, поскольку это подчиненная все-таки у нас периферия, тут можно сильно не прописывать, так, ну вот, сейчас уже можно потихоньку переходить к фону, к обрезке, так, сделаю фон темный, вот отдельно возьму белил, для фона, чтобы не смешивались с этими красками, так, индиго, индиго, повторюсь, это, если почитать состав, на тюбике, это у нас сажа газовая, плюс голубая овца, то есть ее можно делать, можно делать ее самому, так, смотрим, так, фон простой сделаю, чтобы не, не усложнять видео, простой какой-нибудь ровный фон, фон должен быть неравномерный, то есть не просто какой-то фон, здесь вот, смотрите, я беру индиго в разбиле, сюда, сюда, флейцем большим, аккуратно, краска разбавленная, у краев брызги летят, вот у меня тут все картины в пленочку обернуты, но все равно, жалейте свои стены, свои задние поверхности, тут можно спокойно работать, у краев аккуратненько, потому что очень сильно брызгают щетинки, так, у краев, смотрите, собираем плоскую кистью, какую-нибудь берем вот такую кисть, так, это уже старенькая кисть, так, где тут потерялась, ну ладно, вот этой, должна быть плоская кисть, плоская, не растрепанная, мягкая, мягкая плоская кисть, новая желать, чтобы не было мохнатого края, чтобы можно было вот так, не вдумчиво, а четко обрезать цветок. Проверка, важный такой момент, смотрите, часто асимметрию, мы не умеем смотреть симметрично, проверять, для этого можно отзеркаливать, знаете, эти приемы, фотографировать, зеркалить, чтобы проверить цветок на симметрию, а все-таки какая-то симметрия в нем есть, а начинающие, повторюсь, этого не замечают, и часто очень такие кривые формы получаются у цветов, такие, да и у меня часто в зоопарке тоже, смотришь, потом фотографию с мастер-класса человека отпустил, помог ему, цветок это ему кривой поставил, ну сделал, отпустил, часто такое бывает. что для этого нужно? Приложить кисть на вот эту осевую, нашу осевую цветка, закрыть один глаз и посмотреть, и здесь, и здесь должно быть примерно одинаково, сюда смотрим тоже, ну плюс-минус, вот я вижу, ну на камеру можно вот так вот вижу, здесь не хватает, чуть-чуть, вот смотрите, вот на камеру это я поставлю на осевую цветка, смотрю, вот это ушло больше, здесь не хватает, тут можно, варианта два, или удавить это, обрезать, или добавить здесь, вот, чтобы он не был слишком, ну это не слишком асимметрия, но бывает такая более сильная асимметрия, вот тут проверяем, проверяем, тут нормально, вот здесь смотрим, ну тут пока еще нормально, как правило, большие листья дают асимметрию, человек увлекается, дает какое-нибудь один место, он ушел сюда, а тут нету, и такая вот разбалансировка, которую ты замечаешь только на, на следующий день, когда мозг отдохнул, вот, так что проверяйтесь, да, на каком-то этапе, да, вот этот способ обрезки очень полезен чем? Ты можешь заготовку сделать хоть в полтора раза больше, а потом ее взять характер и удавить, ну, сжать цветок, одновременно и характер, придав ему характер цветку, характер его, ему формы, и сделать меньше, вот, когда краска нежная, вот как здесь нежная, ее немного, вот эта розовая, а обрезочная краска, фоновая, сильная, мощная, индиго, с чем-то там, с примесями, легко режется, легко удавливается, я могу полностью сейчас обрезать, сколько мне нужно практически, чуть погуще взять краску и урезать, вот, то есть, не бойтесь, вот, если вот так идти, от приема, сначала цветок, потом фон, если фон мощный, то можно больше делать, ну, процентов на 10, например, а потом цветок урезать. Теперь, смотрите, я пустой кистью соединяю вот эти вот краски, на этом или на чуть более позднем этапе полезна, полезна вот эта кисть, прямая из набора, она используется для больших листьев и для растушевки, растушевывает она очень нежно, вот эта старая кисть, ну, и то она еще не стерлась абсолютно, хотя нет, немножко вот сожгли, мне кто-то растушевывал, чуть-чуть сожгли кончики, ну, она вполне рабочая, вот, вот она очень нежно растушевывает, если это нужно, что-то растушевать, она прям буквально всегда не оставляет, синтетика очень тонкая, кончики у этой синтетики, они не оставляют, грубо говоря, полосочек за собой, и сама по себе нежная, деликатная, вот, но, смотрите, очень важно не злоупотреблять вот этой растушевкой, это, как бы, такое дело опасное, иначе можно дорастушевать, до замыливания, периферию, какие-то внутренние, вот, где я сейчас трогаю, тут может быть замылены немножко, центральные какие-то части, чуть-чуть, вот как здесь, вот максимум, вот она, все равно, если, видите, чувствуются легкие какие-то намеки на мазки, на лепестки, а здесь, вот, например, они хорошо лежат, хорошо заметны, то есть аккуратно с этим приемом, прием хороший, он хорошо объединяет, он приятно делает, как бы, такую вот, дымку какую-то, но злоупотреблять ни в коем случае нельзя, так, потом, можно уже на какие-то листья, если зелень, берем тоже отдельно, чтобы не мешалось с этими, с красными нашими красками, вот можно, смотрите, ну, не травяную, а, например, индиго с, укисю хрома, кроплачка немножко, и вот здесь важно, смотрите, вот эта кисть, очень важный градиент, вот здесь, вот видно на палитре, одна сторона темнее, вторая светлее, так, вот чуть-чуть лишнюю краску я отожму, да, используйте вот такие прокладочки, или перчатки, поскольку маслоемкая живопись, руки будут все в этом разбавителе, в красках, вот пока что вот так зеленые разношу, намеки на зеленый, потом по нему еще и листья покрутим, вот тут особо не размахнешься, цветов много, смотрите, лист, или отцарапываем, себе контур, ну или мысленно, ставим перпендикулярно на ось кисть, вот эту плоскую, это если большой лист пишем, ставим на ось, делаем градиент, набираем, можно где-нибудь потренироваться на палитре, кстати, полезно, вот берем, прожилку можно дать, смотрите, вот полезно, вот еще раз более так внимательно, смотрите, берем краску зеленую, вот я ее утемняю немножко, градиент к одной стороне, но не белая, берем, вот смотрите, чтобы градиент был, смотрю, чтобы не выпадало из палитры, вот она, не выпадает, ну более-менее, цвет такой родной, не чужеродный, не травяная, вразбили, конечно, по центру, можно какую-нибудь прожилочку оставить, так, на камеру, может, не видно было, прожилочку, вот, на, на центр, ну, краплака какого-нибудь, ставим на ось, то есть, не поперек, вот так вот вдоль оси, ставим, раздавливаем, раздавим, можно немножко поволновать, вот так вот, и уводим, если он ушел, пальцем, если форма какая-то тебе не понравилась, по свежей краске, прекрасно, вот так вот, можно еще подправить его, вот, и потом доработать, прожилка у меня растеклась немножко, два раза касался, еще тут прожилка может остаться, такая четкая, например, тут же крапла, сейчас еще попробую где-нибудь, много, кстати, таких больших листьев не должно быть, должно быть много вот таких маленьких намеков, поскольку, вот я в видео часто это проговаривал, листья нам не позируют, они, вот, глядитесь, в тот же куст или букет, один нам, точнее, вот 20 будет, кто кончик, кто кусочек нам покажет, кто еще вот во всей этой множественности всего букета, и лишь один на этом фоне из 20 этих кусочков обрывочков, один нам запозирует, весь покажется, вот, так что, тут, внимательно, на один большой лепесток очень много вот таких вот, каких-то обрывочных, мазочков должно быть, так, вот еще раз набрал, опять повторюсь, с градиентом, если меня устраивает этот цвет, беру какой-нибудь, какой-нибудь прожилку, не обязательно прожилку, ее потом можно потом нарисовать, и куда-нибудь, вот, раз, эх, перебор, перебор бывает, вот так, ну, потом я попробую, вот так, еще раз попытка, смотрите, опять же, ну, окись хрома я беру, такую самую очевидную, хорошо писать холодные листья, но индиго тоже нужно, чтобы еще больше погасить, вот это, вот это все, так, прожилочку беру, там у меня не разбавлено было, вот чуть-чуть разбавляю прожилочку, жиденькую делаю, касаюсь, видно, видно, коснулся, так, куда мы запустим, куда-нибудь, главное, чтобы вот ежика такого не получилось, думайте всегда, куда можно засунуть, так, ну, вот тут перебью, вот как-то так, вот, смотрите, и потом дорабатывать, сюда тень нужно проложить, блик, и так далее, для маленьких, каких-то, маленьких, профильных, можно взять, обычную вот такую кисть, плоскую, для уже небольших размеров, и ей поработать, кстати, если хотите благородный цвет создать, зеленого, берите что-нибудь желтое и черное, будет такой вот более, более естественные, зеленые краски, вот, но этих красок, этих большие не напишешь, а нам нужно несколько больших, поэтому берем, где-нибудь на палитрочке, повторюсь, потренируйтесь, это легко берется, вот такой кисть, вот эти вот большие, такие, красивые лепестки, листья, вот, и потом немножко, вот, сумбурно говорю, немножко тороплюсь, дорабатываем, слегка можно подождать, чтобы разбавитель выветрился, но если краски немного, она, ну, не толстый слой, можно и сразу, нам нужно зажечь торец, если торец горит, нижний не зажигаем, нижний у нас, как бы, сам по себе не горит, именно верхняя нужно, где-нибудь, ну, пока, потом еще остановлюсь, пока нечего зажечься, а, вот, вот торец, вот он боковой, вот этот торец может зажечься, причем горит он достаточно таким холодным светом, вплоть до вот этой белильности, листья луженые у цветка, поэтому вот, прямо вот вплоть, вот почти белые, и вот так поигрывая, как-то вот раз-раз можно сделать вот этот вот зеленый наполнитель, так сказать, необходимый, да, по поводу, смотрите, тут еще можно, вот я говорил, композицию уравнять, по поводу бутончиков, так, вот бутончик куда-нибудь можно, ну, тут лень работать, место такое, берем сюда, очищаю, где еще можно, вот сюда куда-нибудь, маленький, к нижней части, вот сюда, тоже маленький, к нижней части больше, чтобы понизить смысловой центр, вот, вот, вот тут можно разделить между собой, слившееся что-то, вот сюда, берем троечку или четверку кисточку, вот такую вот, например, размеры, берем теневую сначала, белый, белый, как более заметный, и прикрываем световые, тут тоже, если есть центр какой-то, у этого бутончика, ну, например, где-то он здесь, то точно так же, перпендикулярно, ставим эту кисть, эту кисточку, плоскость кисти, перпендикулярно, к этому центру, вот, а уже маленькие, можно вот такую купить кисточку, овальную, мне сейчас понравится, тоже, вот ей покрутить, зеленый низ, точно так же теневую берем, вот я беру травяную, краплак, нижнюю часть, и верхнюю, более светлую, более холодную, тут уже беру более холодную краску, вот, опять же, если центр где-то здесь, вокруг нее, то точно так же, пишем, крутим, крутим, вот эти вот, обернутые пленочки, у цветка, и намеков, таких можно раскидать, где-то книзу, там этих, кстати, бутончиков, на пионе, очень много часто бывает, прямо усыпано весь, не обязательно это писать, ну, можно, где-то написать, написать, а потом, самые, приличные оставить, какие-то неудавшиеся, просто стереть, перебить чем-нибудь, тут тоже важны, недомесы, такие вот, домешанная краска, чтобы были такие прожилочки живого цвета, живой краски, живой, отдохнули на зеленом, опять возвращаемся к цветам, да, вот тут по желанию, можно уже особо не разбавлять краску, можно так более-менее пастозно, это более так красиво, именно светлая краска, она любит пастозность такую, поэтому можно по, не разбавлять дополнительно уже вот эти беливы, пальцем поправляем, пальцем или кисточкой, если что-то промахнулись, да, вот у нас, смотрите, свет, ну вот, например, чуть-чуть с левым расположением, рассеянный свет попадает, как на вот эту часть, так и на вот эти, которые вот так оттопырились, и ловят свет, вот сюда он уже не заходит, сюда не заходит, вот тоже должны чувствовать, вот эту 3D-моделировку цветка, смотреть его, и как бы повторять, да, вот тут уже можно, смотрите, брать легкие спецэффекты, смотрите, как это происходит, например, вот попробуем где-нибудь, вот лепестка не жалко, подбираем цвет, цвет должен лежать, то есть, подходить, вот, например, ну, можно, допустим, я соглашусь, что он лежит, этой же краской, это не меняя ничего, касаемся чего-нибудь контрастного, вот на палитре, смотрите, прикасаюсь к чему-нибудь контрастному, один раз, можно понарисовать, понарисовать чего-нибудь, ну, вот этим, мастихинчиком набить, и опять же, касаемся этого места, и вот так вот делаем проживку, вот, например, вот здесь покажу, смотрите, берем, подбираем цвет, вот, раз, два, три, касаемся, ну, кроплака или там чего-нибудь еще на палитре, раз, желательно обратной стороной, вот этой стороной я коснулся, вот этой стороной, а рисую, вот этой стороной, вот такие прожилки, вот так, вот, кое-где для разнообразия, для, для каких-то, везде нельзя, не будет пестрить, бойтесь пестроты, это не очень хорошее свойство, а кое-где можно, хотя цветы бывают, очень сильно вот такие, ну, сортовые цветы, все усыпаны вот такими вот прожилками, можно вот этим приемом повторить, вот еще где-нибудь, подобрали цвет, подобрали, подобрали, взяли, коснулись какой-нибудь, коснулись, или же, вот я взял какой-нибудь цветом, раз, два, три, желтенького чего-нибудь, так, что я тут рисовал, вот тут, вот так, вот, видно, наверное, вот такие прожилочки, оживляющие немножко, вот, вот, еще раз повторю, без, не узнапотребляем этим, все, что, все, чего много, все девальвируется, приемка хороших приемов, бывает много, то есть, вот так, да, хороших приемов должно быть один-два, попробовали, тут, тут, и оставили самые-таки хороших, парочку оставили, то, что не очень хорошо, брали, вот, да, кисть, кстати, вот эта шестойка, тоже, она фоны очень хорошо делает по текстуре, это вообще шикарный, ну, не знаю, тут просто у нас задача другая, но она очень хорошо текстуры подчеркивает, и точно так же растушевывает очень хорошо, она большая, мягкая, для растушевок очень хорошо, и в пейзаже, и в кое-каке, ее можно использовать, особенно на текстурах, вот, даже жалею, что не взял текстурного холста, он обычно будет очень хорошо боковым, вот этим вот, своей гранью, а я, может, кусочек видео, какому-нибудь ставлю сейчас в уголочек, как это делается, она очень хорошо, прям, создает, очень живой фон, вот, именно большая, вот эта шестая кисть, прошли сутки, за ночь схватилась немного краска, я ее чуть-чуть под, вот этой гладилочкой, под смягчил фон, там, где не нужны контрасты, немного можно пройтись по деталям, по каким-то, вот тут краска еще свежая, прожилки какие-то сделать, разделить лепестки, если они слиплись, можно, ну, это как по сырой, так и вот под такой, по схваченной краске, можно немножко, вот так разделить, буквально, достать теневую подкладку, которая уже была ранее, вот пустой кистью, можно подобрать цвет, а можно вот так, вот слиплись, например, раз, достать теневую, чтобы там, где это слиплось, там это немножко разлиплось, вот, по деталям пройтись, теневые, если, вот, например, тени не хватает, плоской кистью, вот так вот можно тень нагнать под лепесток, вот здесь не хватает, немножко, вот эти подвороты, вот если видите, вот так вот заворачивается, если лепесток, теневую ему подбить более темной краской, вот, например, вот тут, коснуться просто плоской кистью, более темной краской, не очень холодной, вот так подбить, и если есть желание, точнее, не то, что желание, а, так, вот кисти все потерялись, вот тут еще, по-хорошему, вот этот торец немножко зажечь, у больших лепестков, у крупных, вот так, потом часто у пионов бывают вот здесь такие красненькие, не знаю, какие-то лепесточки, листики, лепесточки, процарапать можно, вот если есть, опять же, если есть возможность процарапать, так, вот кистей под рукой нет, ну ладно, в общем, процарапать какие-то, даже не кистью, а уже черенком, теневые, вот, ну и так далее, вот и уже тут перебор по деталям, перебор, нужно вовремя остановиться, а, да, ну и несколько слов по уходу за этими кистями, после работы, если их отмывать, то отмывать нужно очень тщательно, максимально тщательно, собственно, это касается любых кистей, их очень легко загубить, любые кисти, тем более такие большие, нужно, если отмывать в разбавителе, или же там стиральном порошке, горячей водой, мылом, кто чем отмывает, кто у кого, чем получается, максимально качественно, до того, чтобы полностью краска вышла из самого основания, это касается, повторюсь, не каждый, не только таких, это любой кисти касается, легкий недомыв, такой постепенный недомыв, раз от раза, он губит любую кисть, знаете, в кистях такой образуется, как такой, внутри твердое место из краски, больше, больше, и кисть такая становится, никакая, она уже не годится для работы через какой-то период времени, так вот, или же максимально тщательно моем, вот казалось бы, нам уже чистая вода, все, вода все равно еще минут пять получим, получим в этом мыле или чем-то, вот, или же не моем, а консервируем, я не мою свои кисти вообще все, вот у меня здесь есть, как я недавно видео рассказывал, тут целый ящик у меня с этими кистями, вот тут их полно всяких, они у меня здесь законсервированы, то есть после работы в остатках разбавителя я окунаю так, видно, не видно, вот остается разбавителями, а сеточка такая, я все это промываю от основных красок, остатков краски, все кисти скопом, причем рукой, в ведерке вот в этом делаю, и потом, они не домыты, они просто теряют основную краску, после чего я консервирую их, окунаю в подсолнечное масло, пропитываю подсолнечным маслом, и кладу в этот ящик, то есть они законсервированы, ящик у меня на шпингретиках, он более-менее герметичный, зимой я это делаю на балкон, отношу, в случае, если у вас немного кисти, вы можете просто завернуть, или в фольгу, или в пленку какую-то, и желательно в холодное место, кто-то в холодильник кладет кисти свои, тоже хорошо, ничего там плохого не будет в морозилке, в морозилочку засунуть, в таком виде она будет очень долго законсервирована, ну там месяц, я думаю, спокойно пролежат кисти в холодном месте, после чего просто стоит вот ее достать, вот она немножко промасленная, вот если видите, вот она блестит вся, оттереть ручку, если ручка в масле, слегка оттереть, слегка не нужно, масло подсолнечное, оно прекрасно соединяется с льняным маслом, и в работе не мешает, оно тоже высыхает хорошо, кажется, все основные моменты озвучил, есть еще много, конечно же, моментов, которые разбросаны по разным видео, смотрите, мне очень трудно все вогнать в одно видео, тут много очень нюансов, зависит от холста, от грунта, от каких-то еще таких водных разных, так что одним видео не нужно ограничиваться, еще посмотрите какие-то мои видео с цветами, чтобы полностью уже иметь представление о работе вот таким инструментом, специнструментом, вот так что на сегодня все, если что-то важное вспомни, вставлю поверху в это видео, всего наилучшего, удачу в творчестве, счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!